всем привет мы сегодня собрались покорять bright angel trail семьей с нами наш 12-летний сын будем верить что у нас все получится и мы до конца его пройдем и вернемся засветло буду рассказывать что в пути происходит насколько это тяжело насколько это легко насколько нужно быть подготовленным физически с утра мы пока одеты в кофточках потому что где-то наверное 60 по фаренгейту сейчас но на солнышке уже становится жарко поэтому поэтому не знаю у нас кто как одет кто в шортах то кто в штанах выводы будем делать потом когда уже окажемся там чтобы понимать какая одежда правильно идем на автобус загрузились в шаттл правда очень долго мы стояли на конечной остановке минут 15 но у нас другого выхода не было только такой маршрут поэтому уже до загрузился у нас половина автобуса у нас точно есть и едем скажу потом сколько у нас заняло времени это чтобы проехать на шаттле до начала трейла мы приехали к началу трейла с остановкой шаттлы мы где-то ехали полчаса я должна сделать конечно же перевернуть камеру вот группа которая идет с экскурсоводом большая здесь группка у них поведут здесь вот он величественное творение которое господь создал так вот начало мы начинаем идемте давайте стартуем ну пойдем ты же можешь обогнать если что вот она грандиозное начало у нас сколько 9 часов давай 2 со своими палочками шагай вот мужа как час спускаемся дошли до первой станции здесь можно водичку набрать и поэтому многие люди с собой не тянут много воды а берут бутылочку и здесь в этих дозаправочных станциях набирают себе водичку и здесь также есть еще и туалет сейчас подойдем к нему поближе так все было тут достал орешки и она конечно же сразу пришла к все воду на орешки да все это дал ей орешек подал ей орешек она их точно хомяч то на эти орешки во все так вот мы подошли к туалету который здесь ближе вот с какими здесь рюкзаками люди ходят привал у кого-то здесь ну что идем дальше движемся час прошли идем дальше что у вас там как белочку наш это наша белочка собственная и вот трейл так вот выглядит надо прыгать вот эти бревнышки доставляют дискомфорт если честно не не совсем комфортно да вот эти бревнышки постоянно их надо перепрыгивать или перешагивать не совсем удобно но мы уже в красной зоне каньона песочек правда я бы не сказала что совсем отличается если и сильно красный я уже перестала быть красным да понятно но людей стало больше кстати время не больше стало и людей стало больше а я потерялась где мы там уже сверху шли где-то вот там сверху мы начали так мы уже около двух с половиной 2 где-то примерно два с половиной часа в пути уже вышли на солнечную тропу и мы уже спустились наверное с такого самого извилистого место до где были такие зигзаги уже более полога у нас здесь более полога все да и конечно это уже плато приблизилась к нам гораздо ближе так что все хорошо два часа в пути чувствуем пока себя прекрасно очень хорошо пока мы понимаем что воду с собой можно было не тащить а только какую-то бутылку 2 если большая бутылка то одну потому что есть танцы в которых можно набирать воду заправлять свою бутылочку ведь и идти дальше как вам нравится все вот тебе нравится скажи пожалуйста безмолвно конечно нравится усталость есть мы идем к цели вот у нас уже здесь появилась растительность какие-то колючки это не совсем колючки где-то колючки где-то не колючки но уже растительность здесь наверно кстати весной после зимы когда тает снег здесь течет ручей поэтому я растительность изобрела но сейчас конечно но я бы не сказал что здесь такое прям все сухое нет даже в зеленых красках она здесь так и по ходу это указатель здесь чтобы мы держались оставались на трейле будем оставаться трейл стал уже таким узеньким если раньше свободно расходились люди кто шел вниз и кто шел вверх то вот сейчас мне уже идут люди навстречу и уже мне нужно искать какое-то место пошире чтобы мы смогли разойтись отлично разошлись кактусы кактусы ух наверное уже тут ячериц шуршат ну да уже конечно здесь солнышко и стало припекать припекать у нас небольшой привал здесь да чуть-чуть мы решили вздохнуть здесь водичка что-то перекусить и двигаться дальше у нас где-то часа два впереди дурики есть батончики да двинулись мы после нашего пит стопа и вот мы уже прям спустились я бы сказала сам овощей гран-канью а там только внизу че-то ржурчит команда нам было быстрее потому что уже все возвращаются обратно мы только еще едем туда поэтому пока у нас прямая дорога нужно нам ускориться ускорить слав зачем так нас пугаешь это не змея не надо пожалуйста небольшое у нас появилось препятствие здесь которое нам нужно преодолеть уж я не знаю как я буду это преодолевать но я очень не хочу подскользнуться и не хочу намочиться так одно препятствие пройдено появилась второе так не хочется мочиться но я уже набрала немножко воды да уж да уж оп запрыгнули отлично ну да с препятствиями интересненько так походу сюда было зря не знаю что здесь будет дальше как-то непонятно представляю что здесь происходит весной когда здесь все залито водой остающего снега не знаю идем пробираемся здесь так препятствие преодолели снова у нас на горизонте каньон ну да какая апреля что у нас сейчас середина октября точнее у нас сегодня 16 октября поэтому солнце конечно палит но церпимо сложно представить что здесь конечно в июле что здесь творится какая температура и снова мы спускаемся вниз вот я так понимаю нам предстоит все вот это вот еще туда спуститься и где-то там за поворотом мы увидим только колорадо реку вперед двигаемся мы уже идем на протяжении четырех часов ну если честно то уже накапливается усталость и понимаешь что силы уже исчезают надеюсь мы дозаправимся там немножко наберемся сил и нам предстоит этим же путем вернуться обратно на этом 4 часа еще где-то час хотелось бы за полчасика уложиться вниз посмотрим а сколько нам все это выйдет ну вот эти вот виды они дают конечно сил двигаться дальше и не останавливаться ну что мы уже спустились спустились мы уже наконец-то в это ущелье да да скажите мне пожалуйста что мы уже спустились ух уже все ну что осталось дойти до реки да да окей hello цель достигнута вот куда мы ух стремительно шли пять часов пять часов да нам еще подниматься вверх весь этот путь не пять часов мы меньше шли да даже четыре наверное мы шли часа четыре с половиной часа где-то шли да окей ух бежим 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 бежили ну как вам мальчишки графт выплывает или он там останется пока непонятно мы устроили пикник у колорадо речки я предлагала вернуться туда обратно там где мы вертолет видели там скамеечки были знаешь как там удобно было бы сеть но уже хорошо будем наслаждаться пикником у шума воды и в стенах гранд каньона мы там там точить потом собираешься лыз завалить да окей ну что пока колорада его до новых встреч мы возвращаемся обратно уже идем почти два часа обратно у меня даже пошла кровь из носа я думаю это из-за давления не справился мой организмик вот я решила мыть просто лицо холодной водой из ручейка и сама себе сделала вообще ну вроде как кровь остановилась поэтому если только на моих пальчиках есть возможности дальше идем до первого привала очень тяжело подниматься вверх поэтому практически не снимаю силы просто покидают а нам еще идти я не знаю милю полторы силы заканчиваются с каждым шагом как же это тяжело просто очень тяжело как подумаешь-то о мы вот там были вот там где-то внизу это вообще какие мы молодцы чтобы от хорошо видно да вот там какой-то мы заметили дым и очень похоже на огромный пожар просто там не знаем поэтому когда мы спускались вниз мы не понимали почему на лицах людей такие были выражения да вообще вот эти какашки на них на этих мулах кто-то ехал окей ясно кто-то заплатил кстати похоже это мне напоминает экскурсии на гору моисея там же тоже можно подняться наверно на верблюте а нам еще вон туда у нас уже солнце села уже начало седьмого я понимаю славик мой тоже готовит уже фонарь потому что стемнеет сейчас очень резко 7 часов уже будет просто кромешная темень а нам еще идти ну где-то полчаса наверное если меньше мы будем очень рады если меньше чем чем полчаса я уже заговаривать потому что о мы все очень устали очень устали вот мы уже в темноте и с фонариками мы тут вовсю идем да благодаря все владику и славику мы с фонариками они один не сзади освещают второй впереди и уже так посвежело даже похолодало последние уже кажется здесь у нас метра остались ну когда же они уже эти метры закончатся да но ты сын мой мотиватор пожар нет ничего не видно видно что мы просто идем в темноте ну там наверно уже все кстати где там уже деревья посмотри сынок да да там уже выход ну вот там сколько огоньков светится внизу сколько поднимается и так мы вышли сколько часов мы потратили в общем сейчас 7 а в 9 мы были на трейле очень устали изнемождены но мы это сделали в общем сейчас 8 а в 11-10 в 11-11 в 12-15-18 в 8-14-17 в Pendерпикацию в 12-15-17 в 14-15-18 в 14-15-18-18-19 в 15-17-19-20-19 в 12-16-18-19-19-19-19